Привет, мой дорогой зритель! Мы продолжаем расследование по исчезновению мальчика, которого зовут Итан Картер. Я сделала немножко погромче музыку, надеюсь, у меня будет нормально слышно после этого. Это во-первых. А во-вторых, у меня дилемма. Я немножко уже не понимаю, что мне теперь делать. Я уже, в принципе, облазила, насколько я поняла, всю локацию, которая здесь вообще существует. Я была и там, и там, и здесь, и тут. И везде я была. У меня есть, конечно, несколько догадок. Например, одна из них это пойти опять же в шахту. Сходить туда, где я, допустим, не была. Может быть, какой-то из поворотов тоже представляет интерес. И просто нужно туда еще раз сходить. Или, допустим, навестить нашего другана, который вышел к нам на встречу с фонарем и зухавал нас. Может быть, и так. Еще одна идейка. Это, значит, насчет дамбы. Ой. Ой-ой-ой. Я хотела просто посмотреть, что там изменилось. Может быть, что-то изменилось. Просто мы же, я так понимаю, открыли дамбочку. Есть у меня еще какая-то идейка. Я, на самом деле, сейчас, на данный момент не помню, какая это идейка. Но какая-то у меня была, в общем-то, еще одна идейка. По поводу того, что нужно и что еще здесь можно сделать. А, ну, конечно же, еще можно по тому лесу побегать. Побродить. Который в той стороне дороги. Да, как тоже, как вариантик. Так, что-то здесь с музыкой творится не то. Она становится то тише, то громче. Так, ну вот берег. Очень симпатичный. Я там ничего не вижу, никаких зацепок. Но он симпатичный априори. А это что? Это тоже ничего. Понятно. Давайте сходим на берег. Есть еще вариант, что на той стороне стало меньше воды на берегу. И, может быть, что-то вышло на сушу. Какие-то зацепочки так, что у меня зависания какие-то пошли. Но, надеюсь, они нам не помешают. Вот те волны. Какие-то определенно странные. Какие-то они очень темные. Да ладно, не об этом речь на самом деле. Давайте я это быстренько пробежу. Тут у нас что? Тут у нас камни. Которые не представляют особо никакого интереса. Да. Ладно. Давайте-ка все-таки. Все-таки давайте навестим того чела. Раз уж мы идем по этому пути, то почему бы не сходить к тому... Я не помню. Как-то его назвали в той записке предупредительной, которую я проигнорировала дерзко. Там как-то назвали это существо, которое они, эти сектанты, вызывали. То ли какой-то утопленник, или то ли что-то вроде того. Вот тут я еще вижу берег. Очень симпатичный. Опять же. Но нас туда, по-моему, не пускают. И роды. Ладно, здесь птичка кричит. К чему бы это? Может, это к чему-то? Как считаете? Надо здесь обладить. Ух, какая музыка громкая стала. Что-то такое ощущение, как будто бы я куда-то приближаюсь. Но на самом деле здесь ничего нету. Пустырь. Абсолютнейший пустырь. Да, я здесь зря теряю время. Ну да ладно. Значит, можно немножко пробежаться. Этого хуже никому не будет. Звуки потрясающие, как и сама игра. Вы это знаете и без меня. Вот дорожка, я так понимаю, в сторону церкви. А здесь дорожка в сторону шахты. Так, что за тормозуха идет такая? Опять будка наша любимая. Но здесь абсолютно ничего нету. Эти будки абсолютно неактивные. Они так чисто для отвода глаза здесь существуют. Давайте-ка мы опять залезем в эту шахту. Почему бы и нет? Еще можно обсмотреться здесь. Может, тут еще чего-нибудь интересного есть? Так, на первый взгляд, вряд ли. Ну, мало ли. Всякое бывает. Вот это черное пятно очень похоже на пещеры. Но нет, увы, увы. Так что давайте забираться в наше старое местечко. Как же мы медленно идем-то, а? Надо быстрее, резче, резче все сделать. А то мы так будем до пенсии тут бродить. Надеюсь, мы не сильно с вами обосремся, если опять этот придурок нас сильно напугает. Давайте быренько спустимся здесь. Хотя здесь быренько невозможно, потому что здесь очень глубоко на самом деле. Прямо очень глубокая пещера. Сейчас начнется музыка церковная. Или сектантская, но религиозная. Вот этот хор начался. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, что-то мне уже становится страшно. В принципе, оно и правильно, потому как такие дела тут, знаете ли. Интересно, он меня съест еще раз или нет? Давайте рискнем жопой или не знаю чем там. Нет. Его нету. Ага. То есть надо было один разок пожертвовать собой. Где-то на форуме я прочитала, что вроде как самый страшный момент это как раз таки тот, когда он появился внезапно. Ой. Ой, он идет, он идет, он идет. Сворачиваем. Слушайте, я не договаривалась так. Я думала, все будет гораздо легче. Это сволочь где-то тут бродит, а он меня хочет сожрать. Мне нужно каким-то образом избежать встречи с ним и куда-то прийти при этом. Куда же мне так? Надо куда-то прийти мне? О-о-о-о. Обалдеть, можно. Куда, куда, куда идти, куда идти? Блин, страшно, страшно, страшно. Очень сильно страшно. Я хочу на выход. Я хочу разобраться, куда надо бежать. Карта. А куда мне надо идти? Это вообще-то... Если по такой логике, то мне нужно сюда. Нет, мне нужно назад. Назад, потом, по-моему, налево. Тут тупик. Ой, сейчас как напарюсь на него, сейчас как обосрусь. По-моему, нам сюда. Да. Нам сюда. Ух ты ж, блин, это что такое? Опять какие-то инопланистертосы. Давайте че-то... Ой, ой! О-о-о-о-о, я его не видела. Господи, ты боже мой. Что это? Я еще думала, что делать. Короче, куда-то оно улетело. Давайте-ка почитаем. Так. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порой умирает. Он гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал. В земле, где наших заступов металл и сплит его гранитных, высек звон. О-кай. Боюсь даже представить, что меня ждет там, на вершине. Но вот это точно, это что-то инопланетное. Абсолютно. Это какая-то... Может быть, это все инопланетный корабль, это пещера, это эти горы все. Тут этот мужик стоит. Э-э-э-э... Йот... Перный ты театр, ёшкин ты матрёшкин. Какой же ты страшный. Это, наверное, и есть тут спящий. Так. Это какая-то игра или что это? Управление воротами. Вращать. Кого вращать? даже так, представь себе так, я не очень понимаю пока что как мне это дело все так, ну давайте посмотрим что это вообще такое а блин, опять у меня тормоза начались вроде было все нормально а тут опять какая-то хреновина с морковиной так, ну вот здесь какая-то загогулина в виде буквы Z а, по-моему мы ее уже пропустили по-моему вот тут она сейчас будет нет, не она нет вот раз, два, три, четыре, пять, шесть шесть кругов, значит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ой, нет стоп, стопэ давайте-ка выйдем просто посмотрим что это такое вообще тут, по-моему как-то побольше рядов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь действительно, семь рядов если брать вот с этими так, подождите, так, раз, два так, пять вроде бы что-то я ничего не понимаю а он стоит на какой-то тоже на какой-то загоголине так, надо как-то вообще понять логику пока что я не понимаю логику а, треугольнички а, так, 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 так подождите, подождите треугольничек нет, все равно ни хрена не понимаю так, я посмотрела еще раз на записочку здесь, собственно, вот я так понимаю сверху была подсказка первая у нас наверное, должна быть загогулина в форме улитки последняя у нас омега дальше уже подсказку он еще одну дает тем, что он стоит на самой звездочке сейчас попробуем как бы у нас иного выбора нету ясно, короче, я туплю просто не по-детски вернее, я уж не знала оказывается нужно найти каких-то трупаков которые валяются по этой пещере и при этом нужно избегать зомбаря который здесь ходит представьте себе где искать эти трупаки понятия вообще не имею но встретить этого черта я очень не хочу, если честно давайте будем следовать правой стене правая стена я не вижу здесь никаких трупов а, труп вот она вот она ну, смотри его есть контакт интересно, этот зомбарь еще ходит тут? ну, как интересно не так уж сильно интересно но мне страшно, что я сейчас на него наткнусь и придет мне кирдык это будет совсем не весело правая стена правая стена правая стена там карта тут у нас что? трупов нету есть, вот он супер ой он идет, он идет, он идет сматываемся сматываемся где он? пожалуйста не выскакивай передо мной я тебя прошу как друга мне нужно еще всего лишь парочку трупаков найти ну, вернее, не парочку мне, по-моему, нужно еще штуки штуки три где он? вон он черт бы его побрал нахрен сучка фу, как страшно-то, а какого фига он здесь ходит он идет, он идет он идет сматываемся нахрен говно труп, 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 труп есть еще сколько? один или два так, нужно, по-моему, следовать за этим огоньком не? вам невозможно главное, чтобы это хреновина не появилось товарищи огонек давай уже не тормози аааа он идет валим он вроде бы исчез он вроде бы исчез блин а я огонек я не успела за ним слушайте, а где 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 труп-то труп где труп где я опять вышла на эту гору а может я уже все там как давайте давайте посмотрим блин мне еще двух надо найти а как где где же тебе найдут а еще стольких придется снова идти туда придется снова обсираться от страху убегая от этого зомбаря и искать где-то эти трупи трупики хотя представления не имею вообще где мне их искать пещера большая трупов всего два осталось где я их буду искать я не знаю но мне ничего не остается кроме как искать их замечательно не правда ли ну где ты сволота тихо 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 труп труп давай смотри так есть контакт этот огонек он идет куда он идет в пещеру что ли или он ведет к следующему трупаку как думаете сейчас опять это хреновина появится прям ванглой по-моему огонек просто-напросто бежит ну да да он просто-напросто бежит к себе на место так по-моему направо я ходила надо налево теперь точно пойти потому что здесь я нашла труп может быть чуть дальше еще последний лежит где-нибудь так я здесь хорошо ну как хорошо пофиг на самом деле так здесь я была здесь я была и здесь трупак он лежал сейчас его нету значит надо вернуться и сходить куда-нибудь сюда тихо-тихо-тихо-тихо так так тут тоже трупак уже лежал или это я его только что взяла понятия не имею эти развилки меня не радуют так там тоже по-моему был трупак не блин где мне его искать то мне страшно так здесь труп был так давайте ладно по правой стене короче опять по правой стене идем где он там сучка чушь ты так резко появляешься да слышу пропал пропал так здесь все было здесь я все видела уже надо быстрее куда-нибудь бежать где я не была еще по правой стене короче херачим так тупик тут что неведомая херня какая-то там выход тут выход походу и тут абсолютно ничего нету да мы на выходе можно как-нибудь сохраниться что ли вот блин вот блин как он появлялся обычно вот где-то тут хорошо ладно опять пойдем по гребанной правой стене так только не появляйся мужик сиди там где-нибудь опа ага даже так блин что делать как мне где мне еще искать где мне еще искать этого трупака понятия не имею такое ощущение что я уже здесь все просто облазила короче я не могу найти последнего трупа я уже по карте там все просто облазила все что просто можно не могу найти последний труп поэтому я не знаю я просто буду делать то что вижу может быть так можно просто я не знаю реально не могу найти никак просто вообще никак так кружок z так ну я так понимаю у меня треугольничек вниз столько не не взят не найден но там как бы да там омега видите мне не нужен был этот последний труп наверное ой 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 это что такое это этот неведомый из глубин какая-то медуза огромная то есть не медуза это осьминог какой-то еще рычит там что-то вот это да что-то чудеса такие скажите мне просто обалдеть не встать вот тут я вижу какую-то записочку давайте-ка почитаем проклятие неведомого из глубин енохианский некром некрономикон горные шахтеры наконец-то нашли его однако не все хотели исполнять ритуал призыва гнайха неведомого из глубин один из шахтеров понял что ритуал приведет к затоплению всего мира и у него не было выбора кроме как нанести удар остальным шахтерам с помощью магических осколков эльтдауна за это гнайх проклял шахтера который обречен навеки бродить по шахте и запрещать другим вызывать неведомого из глубин обрекающего мир на затопление контрольная точечка и мы около выхода сколько бумажечек то так это то что мы читали уже отурчиво запрос о разъяснении дорогой мистер Картер патентное ведомство Соединенных Штатов Америки получило ваше письмо 27 января 73 года в котором вы просите разъяснение по поводу предложенного вами патента отклоненного нами как мы выяснили в нашем предыдущем письме ваш патент нарушает права уже существующего патента за последние 16 месяцев через наш реестр прошло более 50 ваших патентов и ни один из них не был принят и каждый раз вы ставите под сомнение наше решение сообщаем вам что все существующие и будущие ваши вопросы мы считаем официально закрытыми вот это беда слушайте реально как же так а тут что Дейл забери свои шмотки из нашего подвала и выброси их на помойку мне так надоело постоянно натыкаться на твои поживки в своем подвале если не заберешь свои вещи я их сожгу без шуток это он кому адресовал кому-то адресовал может быть одному из наследников этого как-то короче был там такой один ну который короче имение которого делили все кому не лень но это конечно дикость какая-то была если честно что теперь я даже не представляю что теперь может случиться а давайте-ка мы поедем вперед опять пойдем к дамбе например страшное место конечно ужасное было место не думала что в этой игре будут такие места настолько страшные ужасные пугающие казалось что они здесь есть очень даже есть давай уже вагонеточка разгоняйся а то как-то медленно ты едешь все приехали давай вылазим тапи тапи тап все выходим нафиг выходим наружу опять по этим водам гейзерам каким-то странным не давай давай вылезай наконец-то наконец-то мы вылезли на свет божий как говорится теперь можно попробовать еще что-нибудь поискать правда я не знаю что и не знаю где абсолютно представления не имею так control и control и так мы еще разгадали еще одну какую-то неведомую хреновину вообще в этом самом в шахте еще остается понять для чего нам нужна вот эта вот штука она нам явно для чего-то нужна то есть она явно что-то делает вот открыли дамбу и что это дает нам а как считаете я не очень понимаю если честно что это нам дает ну я говорю может быть с той стороны как-то теперь когда открываем дамбу может с той стороны что-то происходит кто его знает ладно надо короче идти к подъемнику и там будет контрольная точечка это мы уже знаем заодно поднимемся наверх и посмотрим изменилось ли что-то так а что это мой поднял а вот едет я уж только хотела сказать куда он там делся карета прибыла как говорится поехали вот в том здании еще очень много помещений я так понимаю или нас туда не пустят я даже не знаю может нас туда и не пустят вообще никогда там какая-то тропинка есть с той стороны на том берегу но как туда попасть как-то нужно чтобы река иссушилась но это невероятно невероватно давайте-ка мы тогда посмотрим опять вот здесь сверху с моста с выступа изменилось ли что-то на берегах так что-то не могу никак я встать тут нормально так понятно ладно я обойду раз такие дела как-то не похоже чтобы что-то здесь изменялось что-то я ничего не понимаю если честно там берег как был так и остался по-моему ну да разве что с той стороны но я очень сомневаюсь что мне нужно возвращаться на тот берег и что-то там делать если вообще дамба уже не закрылась после того как я отошла от нее а то здесь как-то она все время сама по себе закрывается не знаю почему может быть просто потому что там нужно сразу же после того как я ее открываю что-то заново что-то делать понятия не имею вот вот там вот на средней вот этой вот на средней преграде там практически можно пройти спокойно сейчас почему-то это странно когда я была внизу там нельзя было пройти так спокойно там была вода очень много воды что-то я не понимаю вот смотрите теперь здесь практически возможно пройти вот даже не практически а возможно вот это да вот это круто мне кажется что раньше так не получалось у меня давайте посмотрим что здесь происходит что же у нас здесь происходит такого интересного что у нас прям сюда запустили это будет прикол если здесь ничего вообще не происходит но должно должно мне кажется что Итан сюда куда-то и побежал скорее всего скорее всего он куда-то сюда побежал прятаться от своих сумасшедших от своей сумасшедшей семьи которая блин друг друга переубивала всех так ну пока что пока что я вижу только такое очень слабо заметное тропиночку одну ну и вот путь на горку так что происходит тут ручей очень такой агрессивный как и сама речка ой Итан был рядом я чувствовал будто луч света в кромешной тьме он меня знает он знает зачем я пришел да мы по-моему приближаемся к разгадке но давайте двигаемся по направлению я так понимаю к разгадке к главной разгадке этой игры возможно возможно идем по красивому ущелью красивому как и все остальное в этой игре так мне показалось что это труп очередной но нет тут очень длинный берег очень красивый пейзаж просто супер еще один мостик вот там вдалеке какая-то конструкция то ли повозка то ли что-то вроде того пойдем ка туда природа не перестает удивлять своей красотой так в водичке вроде никаких трупов у нас тут не плавает это уже хорошо что у нас тут пепелище а здесь по-моему никакая не конструкция как мне показалось сначала а просто груда камней да это просто груда камней но вот то что я вижу там в этом сомнений просто не может быть это пепелище возможно как раз таки это тот дом который сгорел в котором сгорела бабушка Итана смотрите тут еще почему-то все тлеет или это что-то новое сгорело сейчас мой детектив как заговорит опять неожиданно что я аж испугаюсь давайте пойдем внутрь чего уж там мы тут сейчас найдем какие-то зацепки прям по-любому о ну вы посмотрите значит борись с ними я должен уничтожить эту комнату ворон извини Итан я не могу позволить тебе сделать это ворон почему-то все ворон 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 как это все связано ворон подождите опять какая-то долбанная загадка я понятия не имею или мне нужно каких-то ворон найти черт его знает да тут предстоит я так понимаю еще одна очень напряженная загадка поэтому я скажу всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии всем счастливо всем пока